13.09.2017 года пришла на прием к Белову Владимиру с такой проблемой, и так как мне надо выходить с декрета, я считаюсь сторожем ночным. У меня 7 детей, 6 из них несовершеннолетних, и поэтому ночным сторожем я по законодательству не могу находиться, и так как мой муж инвалид третьей группы, и я не могу на него покинуть детей в ночи, и как мать вообще их не могу покинуть. И предоставилась такая возможность, у нас с нянечкой работает пенсионерка, сегодня в 2018 году уже 2 года работает на пенсии, предоставили ей, и я естественно сказала, что хочу выйти с ночных семен, так как пенсионерка, пожалуйста, хочешь работать, хай на ночные семены переведите ее, а меня поставьте, ну, нянечкой в сад. Ну, думаю, директор директором все-таки наш глава е. Поехала на прием, осталась довольная приема, потому что пообещали, вошли в мое положение, что действительно как многодетная, наконец-то есть справедливость, ну, нормально. 6 числа прихожу, пишу заявление директору, говорю, я к вам, Миша Вячеславовна, хочу зайти, я зашла к директору, по-быстрому так, я говорю, ну, мне надо направление, или что там, а когда проходить медкомиссию было. Какой вам сан меню? Вам сан меню не надо, я в смысле, я говорю, так мне же надо еще, скажу, и группу подготовить, к сдаче школе, а с такой улыбкой, ну, какую группу, вы сторожем выходите, а я говорю, не поняла, я к ним какого-то сторожем, у меня есть на руках письмо, решение главы нашего района, а я нам ничего не знаю. В пятницу мне какие-то и сомнения были, думаю, ага, все-таки получается, что директор так сказал, что это неспроста, это все. Ну, я уже на этот день ждала 13 числа, я думаю, что, ну, когда я пришла, на третий этаж села, уже сидела Николая у нас, с довольным лицом, я поняла, что что-то тут не то. Ну, и когда мы зашли на прием, скажу открыто и прямо не боюсь говорить сравнительно, 13 сентября, когда я была на приеме у Белова, с улыбкой, с уважением, человек отнесся так, с таким пониманием. Сейчас я считаю, что это было на повышенных тонах, как бы унизительно для меня было, и началось сейчас с того, что вот я говорю, здравствуйте, вот видите, пришлось, а он, да, вы были, это самое, я на тот момент, когда пришел работать, ну, еще юридически так особо не владел этим всем, сейчас уже вошел вкус, понял, кто есть кто и что, я думаю, не поняла сразу, и я говорю такая, а письмо, которое вы мне дали, ну, знаете, получается, меня завели в заблуждение, я говорю, подчекайте, с 13-го вы решали до 27-го, у вас тогда никто не заводил, а когда вы приняли решение, что вас завели в заблуждение, а я, ну, это, когда там, получается, Николай, она была, например, так спрашивая у уздрок, ну, 2-3 недели, а, так вы 3 недели уже знали, а почему меня не поставили в известность, что я уже не буду выходить, ну, так получилось у них, что меня не поставили, и как бы получается, если бы я 6-го числа не пошла писать заявление, и не пошла, я до августа месяца, ну, как обычно бы ждала, и я столкнулась с такой, что я, получается, ну, разбитого корыта осталась, начали говорить уже мне, что понимаете, пенсионерка, она имеет право, еще работать, сколько ей на желание, и там, мы ее не можем, я, мне что делать, скажу, с детьми, как я могу, а мы вам предложим работу, предлагаем вам работу, я говорю, я куй, у лесничества лес садить, я говорю, слушайте, скажу, а чего я пойду лесничество, я отказалась, и правду говорю, что я считаю себя работником образования, но не лесничества, и еще, почула такие, ну, ваши жилищные условия, и как вы живете, хорошо, я бы сказала, две машины у вас, думаю, не поняла, пришла устраиваться на работу, а мне начали уже и машины, что у меня две, такие, у каждого сегодня, я говорю, а что здесь плохого, а что в нашем государстве сегодня это плохо, когда человек, многодетная семья, хорошо живет, ухаживает, дети догрежены, я же не хожу спроцессу, дайте мне субсидию, дайте мне, нет, я хочу сама, своими руками, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, и шелся прием, на приеме была включена видеокамера, ну, что самое интересное, Юля, вам хочу сказать, когда я начинаю говорить, Владимир говорит, отключите камеру, я говорю, а чего, не надо отключать, хайде запись, а чего, если я пошла на документы, надо все фиксировать, мне обидела слова, я даже, скажу честно, может, даже я и заплакала, потому что, мне стало обидно, вот это вот упроки, то, что я хожу на приемы, то, что вы всегда говорите правду, я говорю, скажите, пожалуйста, а что я на приемах, в которых я была, говорила, неправду, мне не ответили, мне не ответили, не сказали выпустить камеру, я говорю, а почему, негаи записывать, я не боюсь этого сказать, скажите, да вы даже ШАС мне лжете, я говорю, что, именно я ШАС лгу, я кажу, когда я кажу, я говорю, так как оно есть, и вот поэтому, как я была на приеме 20-го, мне получили Марта, Мне получается, зрабили клеветницей, что я скандальная, что я везде это самое. И вот мне потому сегодня не хотят брать на работу, потому что мне сказал Белов, вас не хотят брать коллектив. А я задала вопрос в смысле? Это когда вы были сейчас? Сейчас, вот, была, 13 июня. И мне сказали, а вы знаете, что вас коллектив не хочет брать? А я говорю, а письменное я говорю, есть это, почитать кто? Ну нет, а я все. Все. Дается человеку испытательный срок, если на меня будут жалобы, нянечкаю, если и там я не справляюсь, да, я им сказала, что я сама уйду. Если будут жалобы от директора, от родителей, от кого, я сама напишу заявление, уйду. Обоснованные. Обоснованные, да. Так вы же еще не брали, я же еще не робила, а как вы можете утверждать, что я не справлюсь или я не смогу робить? Я еще сказал Белом, да вам через два года уже на пенсию. Думаю, боже, мне еще 42 годы, а меня уже на пенсию отправляют. Я говорю, подождите, когда мне через два года? Сколько у нее стажа? Я говорю, Владимировна, воздруг была. Сколько? А откуда я знаю? Только я же пошла на прием, вы же должны знать про меня, все. Единственный вопрос, который я заплакала и сказал Белом, не давите на жалость. Мне задали вопрос, у вас дитя учится, за какие средства вы учите свое ребенка за границей? Мне было обидно, честно. У меня дочка учится на стипендию, которую она вышла и учится по своих, ну вот, разработала учебы. Да, от учебы, потому что я как бы, от католического она учится. Хай пробиваются, я не боюсь, где мое дитя учится. И второй вопрос, когда сказал, что коллектив против того, что вы как пришли на работу, знаете что, я пришла работать, а не с коллективом. Я пришла работать и свою работу работать. И задал вопрос, даже Николаевна подпишется, чтобы вы не вышли на работу. Я вот честно вам говорю, Белов, сам Белов. Николаевна это... Рылка, которая сейчас на пенсии, нянечкой. Даже Николаевна, я так поглядела на Николаевну, чтобы она рядом, колмене сидела. Она взлыбалась, да. Я говорю, пожалуйста, подписывайтесь, Николаевна. Все подпишитесь. А я не сомневаюсь, что подпишутся. Так я сказала на Белова. Что скажут, або за рылку скажут, идите подпишутся, або уволим за работу, потому что у нас все не так и делается. Не сомневаюсь, что подпишутся. Так зачем? Так я говорю, так вам же ж проще пенсионера перевести на ночный график работы, а мне на ЕЕ график, так как вы обещали это. Согласно вашему обещанию. Что поменялось? Бо я уже ж понял, кто что ЕЕ. Понимаете слова? Конечно, я буду идти до конца, потому что я знаю, была такая реплика Александра Лукашенко, президента нашего, что многодетные семьи, был день семьи, что удивлялся, что как они могут быть. Я обращаюсь к тому, что помогите. Я не хочу грошей. Мне не надо. Помогите мне устроиться действительно на то, которое мне обещали. Получается вот это вот письмо, которое я надеялась, что выйду. Я уже не выхожу. И получается, мне не шатан будут искатом, по усталке, зачем это мне? По обещали? Выполняйте свое обещание. Тем более, она пенсионер. ЕЕ сказал мне, Владимир Владимирович Белов, а вы всегда честная? Всегда. А он говорит, да вы и сейчас ржете мне. Я уже не понял. А что же я такое не сказала? Я ему задала вопрос. Скажите, что я неправду сказала? Ответьте. Мне не пояснили, какие ложные я даю показания. Или я пришла только кого-то обклеветать. Я пришла сказать то, что я столкнулась с такой проблемой. Так вы же детские получаете. Сколько? На 9 членов семьи, а я задала вопрос Белову. Говорю, так у меня детские и социальная пенсия моего мужа, потому что стажа же нема. А у меня 9. На мою одни плечи. Что его пенсия? Он лекарство больше даем мы. Мне его не хочется. Я не знаю, почему я, мне складывается впечатление, что можно того, что я вот именно, что я не молчу, что я что-то где-то говорю, я высказываю. Я не за глаза. Я просто прихожу или в кабинет директора, или в этой. Я же сразу не поехала там на общество. Я прихожу к директору. Если какая-то проблема к директору решаю, нет уж ни к Здрог, ни к Белову. А когда уже я бачу, что действительно не могу, да, я обращаюсь. Я себя не считаю скандальной женщиной. Я считаю, что я иду по справедливости, по закону. Я вышла с приема, мне очень сильно заболела голова, и на приеме там стояла какая-то женщина беременная. Ну, бачу, что я расстроена зашла. И она говорит, вы знаете, мы тоже третий раз ходим, тоже там с образованием. И я единственное, что сказала, что сегодня пенсионерам дорога открыта. А для нас многодетных, и мне еще шесть несовершеннолетних детей, и маленький ребенок, так мне Белоус сказал, не давите на жалость. Якую. Я пришла о помощи просить. Я не пришла, что дайте мне вагон грошей. Не. Я пришла о помощи той, что вы мне побешали, а сейчас обещание вы свое не выполняете. Это получается, мы даем, я побешала, а потом, ай, это что я рылка, это что я ходить. И, что я çıkарили, я о том, 故 я сбрал, что я обещал,